всего Евангелия. И то Евангелие, которое он доносил, оно было, как бы, с их точки зрения, каким? Неполным. Открываем 10 главу Деяния и будем смотреть на ту проблему, которая возникла на тот момент времени. Первая апостольская община состояла исключительно из иудеев. И наступает момент, когда происходят события, изложенные в 10 главе. В Кесарии был некоторый муж именем Корнили, сотник полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни, народу и всегда молившийся Богу. Итак, мы видим человека, который был кем? С точки зрения иудеев, этот человек был язычником, но он назван здесь человеком, боящимся Бога. Это, в общем-то, термин, применимый к определенной группе людей того времени. Что это за группа людей? Которые верили в Бога Авраам и Цхака и Иакова, исполняли часть закона, но не стали под весь закон. Они не пришли обряд Гиюра на тот момент времени. Обряд Гиюра того времени, времен второго храма, он, в общем-то, сильно отличался от обряда Гиюра, который есть на сегодняшний день. На тот момент времени это выглядело следующим образом. Нужно было сообщить несколько легких заповедей и ответственность за них, и несколько тяжелых. Если человек соглашался с этими заповедями и ответственностью, то немедленно нужно было его обрезать. При этом запрещалось умножать речи, входить в какие-то долгие объяснения. Ему сообщали несколько легких, несколько тяжелых, ответственность за эти соблюдения и несоблюдения этих заповедей. И если он соглашался, его немедленно обрезали. Ему спрашивали, слушай, зачем тебе это надо? Ты что, не знаешь, что, в общем-то, народ еврейский, он притесняем, гоним, тебе надо дополнительную ответственность брать. Зачем тебе все это надо? Если человек говорил, я хочу, я принимаю, я отождествляю себя с этим народом, то его немедленно обрезали. После того, как он рано заживало, ему преподавали водное погружение. И он становился полноправным членом общины. Здесь мы видим человека, который был благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим. То есть он и все его домашние жили такой жизнью. Но он не стал под бритмелу. Нужно понимать, что понятие бритмелы, оно применимо было до Завета Синая. 17 глава книги Бытия, когда посредством бритмелы Авраам и весь его дом, и в дальнейшем потомки, они вступают в Завет с Богом. То есть бритмела, она служит отождествлением себя с каким Заветом? Авраама. Здесь понятно, да? 17 глава книги Бытия. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю Завет мой между тобой и между мною, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Вот я, я, вот Завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и будешь ты, и не будешь больше ты называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя, и поставлю Завет мой между мной и тобой, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которую ты странствуешь, всю землю хананейскую, во владение вечной, и буду и Богом». И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди Завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды твои, сей Завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской, пол». Понятно, да? «Обрезав и крайнюю плоть вашу, сие да будет знамением Завета между мной и вами. Восьмой день от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши, всякий младенец мужского пола, рожденный в доме, купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоё и купленный за серебро твоё, и будет Завет мой на теле вашим Заветом вечером. «Не обрезан же мужского пола, который не обрежет крайнюю плоть свою, истребится душа из народа твоего, ибо он нарушил Завет мой». Понятно, да? Ку-ку. Ку-ку. Понятно? Здесь всё понятно, да? То есть, это был Завет между Богом и Авраамом, и его потомками. Что мы видим? Завет условный или безусловный? Да, ещё какие условия? Если кто хочет, что для язычников? Ты уже, наверное? Верно? Любой. А, который у них в доме. Ну, да, в доме. Так, любой купленный в доме. Ага. Еще раз. Еще раз, давайте смотреть. Сей завет мой, который вы должны соблюдать, между мной и между вами, между потомками твоими, пусть на тебя, да будет у вас обрезан вес мужской пол. С кем завет заключается? Сказал Бог Аврааму, ты соблюди завет мой. Ты и потомки твои пусть на тебя в роды их. С кем заключается завет? И все. Но и с его. Так только с кем? Завет заключенный в 17 главе, он заключается между Авраамом и его потомками. Когда мы смотрим в 26 главу, был город в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Ицхака в Мелеху, царю филистимскому. Господь явился и ему сказал, не ходи в Египет в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и я буду с тобой, и благослову тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твоего, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли, и этому благословятся все народы земные. За то, что Авраам послушался голоса моего, и соблюдал, что мною заповедованному было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Понятно, да? Этот завет переходит к кому? Ицхаку. 28 глава. 13 стиха. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог Авраама, отца твоего, Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство, как песок земной, и распространяется к морю, к востоку, к северу, к полудню, благословятся в тебе и всеми твоим, все племена земли. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Завет переходит к кому? к Якову. Яков. Итак, что мы здесь видим? Завет уже оформлен, и обетование завета переходит по наследству. Когда Авраам выходит из ура, он получает ряд чего? обетование, но он не получает завета. Это понятно, нет? Разницу. Обетование – это не завет, это обещание. И он получает обещания. Да. Угу. Микрофон, пожалуйста. Угу. А, то есть вопрос был в том, что Бог давал и обещания, и завет. Обещания, например, то, что Бог обещал Аврааму, сына цара. А завет, это уже как, уже когда дети появились у Авраама, он захотел их отделить для себя, и поэтому он сделал такой завет, обрежьте крайнюю плоть вашу между мной и между вами. То есть будет завет, это как знамение. Ну, как Авраам уже имеет отношение с Богом, Бог ему там обещает, ну, определенное обетование, и он как бы не ставит никаких условий. Но я так понимаю, что уже как завет, то Бог ставит определенные условия, чтобы быть в этом завете. Ты уверен? Ну да, уверен. Завет всегда сопряжен с условиями? Не, не всегда. Проноевсим мы читали, там не было условий. Не, не было. А в завет с Ноем вошли кто? Все люди. И все? И звери, и животные, да. И животные. Скажите мне, пожалуйста, а если не знают о том, что есть такой завет, они в него вошли? Да. А если они не согласны с этим заветом, они в него вошли? Да. То есть знают, не знают, согласны, не согласны, они безусловно включены в этот завет, и этот завет для них что? Действует. Действует до сегодняшнего дня. Действует? Жертва была принесена? Нет. Условия у завета есть? Нет. Есть законы у этого завета. Эти законы действуют до сегодняшнего дня на всех живущих. Это понятно, да? Понятно, да? Открываем 15-ю. Бытие. Мы недалеко. 15-9. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю тельцу, трехлетнюю козу, трехлетнюю овну, горлицу, молодого голуба. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим, и в мире будешь погребен в старости добрых. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера бы законе о Марии доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня пришло между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом и сказал, «Потом статую дают землю, сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». Понятно, да? Какие условия? Жертва принесена? Жертва принесена? Ну, какая-то реакция должна быть. Либо вы согласны, либо вы не согласны. Принесена, да? Ну, нормально. Принесли жертву, причем не одну. А условия есть какие-то? Жутного. Этот условный или безусловный завет? Безусловный. Никаких условий нет. Точно так же, как в том завете нет никаких условий, точно так же и в этом нет никаких условий. Понятно, да? Далее мы видим 17 главу, которая произошла через сколько лет? Сколько лет между 15 и 17 главу? Хороший ответ. Много. А может, чуть-чуть точнее. Это очень много. Чуток поменьше. Не более скольки? На чем основываемся? Сам Васян, 99. Ну и что? Абраму 99. А в 12-й, а в 12-й? В 12-й? 99 это у нас в 17-й. А я спрошу, сколько ему в 15-й? В 75-й. В 75-й ему в 12-й главе. Так, наверное, мы приведем. Есть тут тряпочка, да? И так, в 12-й главе ему в 15-й главе, пока что незвисло. В 17-й главе ему 99. Я правильно понимаю? Сколько ему летом? Между 75 и 99? Ну, чуть-чуть, наверное, побольше. 24, наверное, все-таки. Но меня же интересует 15-й глава. Я не против. Я за. Путь отца нашего Авраама лучше знать. Это не праздное любопытство, потому что на самом деле нам нужно будет понять связь между заветом Авраама, заветом Синаи и Новым Заветом. Потому что, когда мы будем разбирать то, что происходило в служении апостола Шауля, то нам нужно будет различать, о каких заветах и обетованиях идет речь. Потому что евреям принадлежали обетования и заветы. Не завет, а заветы и обетования. И то, и то у нас во множественном числе. То есть, евреям что-то принадлежало. И нам неплохо знать, что же нам принадлежит. Верующие Нового Завета, они претендуют на получение некоторых обетований Авраама. Нам нужно понимать, в чем заключается обетование Авраама, на которое кто-то может претендовать. Понятно, да? Нам нужно будет понимать о том, что оказывается, о завете обрезания говорится не только в 17 главе. Да? Ну и в Исходе, в 12 главе, 48 стих. Если же поселится у тебя, пришелец, и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как коренной житель земли. А никакой необрезанный не должен. есть ее. И сказал Господь Моисеев, левит 12 глава, говоря, «Скажи сынам Израильным, если женщина зачнет родить младиться мужского пола, то она нечеста будет 7 дней, как в одни страдания ее очищения. Она будет нечеста. Восьмой же день должна быть у него обрезана крайняя плоть его». Понятно, да? Мы видим, что обрезание младенцев у евреев должно происходить по-прежнему на восьмой день. Но и могут быть обрезаны те люди, которые хотят вступить в общество израильцев, хотят есть Пасху, и они становятся точно такими же после обрезания, как и евреи. Чего мы не видим в Завете с Авраамом 17 главе. Понятно, о чем идет речь? В Завете с Авраамом 17 главе могут быть включены только потомки, да, и потомки рабов, купленных за серебро. Здесь же в 12 главе исхода в 48 стихе мы видим, что любой желающий может быть обрезан и может кушать Пасху, и будет таким же, как и евреи. Есть разница? Ну, расширился диапазон участников, но принадлежность к различным заветам. Если тогда мы говорили о Завете Авраама, то уже здесь мы говорим о Завете Синая. Еще раз. Ну, конечно. Есть у вкус. Евреи вступали в Завет с Богом? Да. Как народ? Да. Когда? А потому что сами как и с ним. Ну, давайте откроем 9 главу. Посланник евреям. 18 стих. Почему первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнесям все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь и тельцов, и козлов с водой, и шерстью червленную, и сопом окропил как саму книгу, так и весь народ. Что сделал? Окропил весь народ. И что взял? Книгу. То есть мы видим, что процедурно Завет заключался при помощи кропления народа и книги. Это было до получения скрижали или после? До. То есть сначала была книга, а потом были скрижали. Точно хорошо помните, да? Не, наоборот. Это я проверяю, может, вы забыли. Наоборот. Что наоборот? Скрижали сначала. Сначала скрижали, да? Слева я получил, да. Чтобы было шократы. Подойдешь к товарищам на перерыве, они тебе объяснят порядок. Сначала у нас было по расписанию что? Книга, а потом уже скрижали. Понятно, да? Итак, мы видим, что было два Завета. Один Завет с Авраамом, а другой Завет в 24-м веке книги Исход заключен уже с народом возле горы Синайка. Понятно, да? Итак, возвращаясь к тому вопросу, который все-таки был задан. 15-го года, сколько лет ему было? Спасибо. Точно. Точно. О, смотрите. Уже ближе. Значит, ему было меньше 86. Значит, ему было где-то в районе 85. А? Что, что, что? Можно вопрос? Точно мы не можем сказать. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, как вы думаете, между событиями 15-16 главы прошло сколько времени? Между событиями пришло, может быть, лет 10? 15-16? Мы сейчас, я прошу прощения, о чем говорим? Ну, чтобы я хорошо понимал. Вы говорите о том, сколько ему было здесь лет. И вы говорите о том, что ему было 80, может быть, 79. Это же вы сказали примерно. Я же спрашиваю. Тогда между этими двумя главами сколько лет прошло? Шесть. Шесть. Меня интересует. Это хорошее мнение. Я ничего против не имею. На чем оно основано? Бог все равно был с Авраамом. Я не спрашиваю. Вы знаете, давайте мы не будем строить наш диалог таким образом. Бог все равно был с Авраамом. Это все равно, что давайте я вам скажу, а все равно Бог написал эту книгу. А Бог все равно был с евреями. А все равно Ешова искупил нас. Мы говорим о том, что все равно произошло? Или мы задаем вопрос, который нас интересует? Мы должны понимать, что происходило, когда происходило, как и почему. Какие ожидания были у Авраама на протяжении какого-то времени? Сколько Аврааму было, когда он вышел из Ура-Халдейского? Вы уверены? Меньше. Хорошо. Ну, а мы с чем занимаемся? Точно 70. Осталось доказать. Не, 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 не. Берем Писание, открываем Писание, показываем по Писанию. Домашнее задание, до завтра разберитесь. Итак, мы знаем о том, что обетование он получает в где? В каком городе? Обетование. В каком городе он получает? Молодцы. Открываем деяние седьмого главу. Тогда сказал первосвящение, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотаме, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, из росту от твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харане. В Месопотаме, прежде, ну, и Харан, и Ур находились в Месопотаме. Что ж такое? Ну, он вышел из Ура и перешел куда? В Харан, где Бог обратился? И цитирует он, Стефан, какое место? Параллельно? Двенадцатую главу книги Бытия. И когда он выходил из Харана, ему уже было семьдесят пять. А тогда... Да... Читайте. Можем микрофон? Пожалуйста. Где-то хотите, вы же нашли. Хорошо. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харана. А нас интересовало, сколько ему было, где? В Уре. Да, вы сказали семьдесят, и сказали, что вы нашли. Ну, в прошлый раз считали. Хорошо, пускай это будет домашнее задание. Нет, мы же сразу согласились. В двенадцатой главе, когда он выходил из Харана, ему было сколько лет? Там написано? Да. А нас интересовало, откуда он выходил? Сколько ему лет? Где это написано? Потом найдем. Просто вы поспешили сказать, что вы уже нашли. Чуть-чуть поторопились. Итак, в семьдесят лет он получает обетование. И мы видим, что его интересует это обетование. Его интересует это обетование? Да, его интересует. Как это ни странно, Авраама интересует. Вы представьте себе человека, который женат и хочет иметь детей. Это нормальное и естественное желание? Да, это нормальное и естественное желание. Но он их, извините, не имеет. Он ожидает этого? Да. Он ожидает. Он ожидает исполнения этого обетования. И в пятнадцатой главе Бог обращается и говорит. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит и награда твоя весьма велика. Послушайте, чего может бояться Авраам? Вообще, чего может бояться этот человек? Четырнадцатая глава. Что там произошло? В четырнадцатой? Что происходит в четырнадцатой главе? Пожалуйста. Ну, загляните в четырнадцатую главу. Спасибо. Война была. И здесь написано. «Было во дни Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Елосарского, Кидрлаомера, царя Еламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войной против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гаморского, Шинава, царя Адмы и Шемевера, царя Севалаимского. И против царя Бела, который есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. И двенадцать лет были они в порабощении у Кидрлаомера, и в тринадцатом году, что сделаны? Возмутились. Конфликту сколько было? Тринадцать лет. Тринадцать лет было конфликту. И цари, что сделали? В четырнадцатом году пришел Кидрлаомер. И вышли царь Содомский, царь Гаморский, царь Адмы, царь Севалаимский, царь Белы, против которой есть Сигор, и выступали в сражении с ним Даниль и Сидим. И Кидрлаомер с Кидрлаомером, да? Четыре царя против пяти. Есть такое дело, да? Цари Содомский и Гаморский обратились в бегство и упали в ямы, и остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гамора, весь запас их и ушли, и взяли Лота, племянника Авраама. Четыре царя против пяти. Конфликт длился четырнадцать лет. И они случайно цепляют кого? Лота. И приходят к Аврааму, евреи, и говорят, послушай, там с твоим племянником неприятности. Он говорит, шо? Кто-то моего племянника обидел. Непорядок. Он идет, догоняет победителей и побеждает. Я не понял. Четырнадцать лет конфликт. Несколько царств воюют с несколькими царствами. Победили. Наконец-то выяснили взаимоотношения. Приходит Авраам со своими домашними и побеждает победителей. Не странно, да? Странно. Авраама было триста восемнадцать человек. На самом деле, это достаточно большой дом, где есть триста восемнадцать мужчин, готовых нести оружие. Готовых воевать. Но это еще не царство. Это дом. Большой, но все-таки дом. И Авраам что делает? Побеждает. И мы можем разбирать там, что произошло, как они встречались с Малкицадыком, какие там были события. Но нас интересует в данном случае победа, одержанная Авраамом. Как вы думаете, если был конфликт недалеко от него, несколько царств объединились, потерпели поражение, да? Он догоняет победителей и побеждает победителей. То все, что вокруг него, это уже его. У него-то армия осталась, а те были разграблены и разбиты. Кого он должен бояться? Я думаю, что все должны бояться уже этого парня. Понятно, да? И Бог обращается к нему и говорит, Авраам, не бойся. Какое странное обращение. Авраам, не бойся, я щит твой и награда твоя весьма велика. И Авраам говорит, Владыка, Господи, что ты мне дашь? Я остаюсь бездетным. Что интересует этого человека? Его наследника. смысл всего его существования это продолжение рода, которого он, извините, на тот момент времени не имеет. И Бог говорит ему, послушай, Авраам, не переживай, у тебя будут потомства. У тебя будет потомство. Не переживай, все будет хорошо. У тебя будут дети. Но вопрос ожидания Авраама, как вы думаете, он сильно ожидал? В 70 лет он выходит за этим обетованием. И он идет вслед за этим обетованием. Он ожидает рождения своего потомства. И я думаю, что его терпец вместе с Сарой оборвался в 16-й главе, когда они решили выйти на помощь Богу. говорит, ну, давай облегчим Богу задачу. Давай, ну, она родит меня на подол, будет считаться, что это мой ребенок. Понятно, да? Я думаю, что это вскоре происходит после событий 15-й главы. Я так думаю. Ожидание. Долгое ожидание. И после этого уже наступает событие 16-й главы с Гарью. на Сара жена Авраама не рождала ему. Ну, вот служанка египтянка имени Магарь и сказала Сара Авраама, вот Господь закрутил чрево мое, чтобы мне не рождать. Вот это мы не можем точно сказать, когда это было. Но мы можем сказать, что между этими двумя событиями произошло минимум 13 лет. 13-14 лет. Ну, понятно, что это год еще плюс сюда. 14 лет. Минимум 14 лет. Мы не можем сказать точно, но мы можем сказать, что минимум понятно, да? Если так, как вы говорите, что это было за 6 лет, тогда там 20 лет. Понятно, да? Какая-то реакция. Если непонятно, лучше спросить сейчас. Дальше будет еще непонятнее. понятно, нет? Мне поименно вас спрашивают. Мы в молчанку играем. Понятно или нет? Понятно, почему? Понятно? Нет. вот. Вот. Наконец теперь я добился от кого-то, что такие непонятные. Итак, события 15 главы происходят раньше, чем события 16 главы? А между 16 и 17 сколько лет проходит? 14. Понятно, да? Значит, события 15 минимум между ними меньше не может быть, чем 14 лет. Больше может, меньше нет. Не больше 75 и минус 99, там 24, не больше 24, но и не меньше 14. Понятно, да? Я думаю, что ближе к 14. я так думаю, потому что он ждал стопа. Там много событий. Там события 12 главы, 13 главы, 14 главы. Там много событий. Как минимум. Еще раз, смотрите. Как минимум в 70 лет, в 70 он выходит. А рождается сын у него 86. То есть терпеть у него урвался через 15. И потом от этого события до этого еще там 14 лет. 13 лет. То есть если он выходит в 70, то рождает он сына 100. Всего эти события длились на протяжении 30 лет. Посередине приблизительно рождается Измаи. Понятно, да? Конечно. Только, наверное, микрофон. вы спрашивали востока он вышел из ура Абрама. Ну, с ура он, получается, вышел со своим отцом? Мы это обсуждали? Это вопрос? Вышел ли? Ну, да, с отцом он вышел из ура, не сам он, получается, вышел. Росхрана сам Откуда вы знаете, что он вышел он не сам? Из чего это получается? Получается в бытие 11-го и взял фара Авраама сына свою Иота прямо написано? В 7-м главе деяний точно так же прямо это написано? Что он вышел туда, да? В чем вопрос, если это прямо написано? В чем вопрос? Ну, это не получается так написано. А, просто я ничего не вопрос дал, потому что вы давали высокое вышел. Да, я сказал, что у вас есть домашнее задание выяснить с кем он вышел или сколько ему лет было? Сколько ему лет было? Ну, в чем вопрос? Вопрос? Вы как бы ну, я прошу прощения, чтобы мы просто не тратили время, давайте перерывемся на перерыв, я попробую объяснить смысл домашнего задания.